Так называемый Кремльевский список является мягким предупреждением для России. Об этом на общественном радио заявил политолог Иван Лозовой. Этот список является мягким предупреждением. То есть администрация Трампа показывает, что потенциально они могут расширить перечень людей, которые будут подпадать под санкции, что они у них в списке есть и все готово. Но пока они этого делать не будут. Своего рода мягкое предупреждение. Уже существующий санкционный список покрывает очень многие отрасли и ключевых людей России. Никаких сигналов о том, что США готовят или даже думают о смягчении санкций. Нет. Наоборот, они традиционно выступают с жесткими требованиями по санкциям в отношении России, чем та же Европа. Если какая-то американская корпорация видит, что их потенциальный партнер является в данном предварительном списке, они дважды подумают, стоит ли иметь с ними дело, рассказал Иван Лозовой. В списке США, руководство администрации президента РФ, Госдумы и Совета Федерации, а также все члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым, члены Совета Безопасности, главы федеральных агентств, руководители крупнейших российских предприятий. Против некоторых из них санкции уже действуют. В список олигархов казначейство США добавило бизнесменов, состояние которых, согласно достоверным источникам, оценивается в размере 1 миллиард долларов или более. Обнародование списка не означает автоматического введения санкций против перечисленных в списке российских олигархов и предприятий. В документе 210 имен, 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных компаний, а также 96 олигархов.